В декабре в Одессе состоится премия награждения «Оскар». Правда, к кинематографу она отношения иметь не будет. Премией наградят социальные проекты, которые создавали по всей Украине. Подробнее о конкурсе, участниках и наградах расскажет его автор Артем Рудометкин, глава Орд Комитета Social Project Awards. Артем, здравствуйте. Добрый день. Почему такое громкое название «Оскар»? Для чего вы назвали проект социальный, словом кинематографическим, для того, чтобы привлечь внимание? Нисколько привлечь внимание, чтобы было более-менее понятно, что ждет всех участников и гостей этого мероприятия. Потому что, к сожалению, у нас сложилась такая ситуация, что когда говорится какой-либо конкурс, загораются глаза, и первая мысль, какая возникает, это «Ага, значит, там будут деньги, можно будет что-то выиграть, какие-то деньги». «Оскар» же сам по себе не предполагает каких-либо финансовых, скажем так, поощрений, награждений финансового. И основная его задача – это вот именно наградить и выделить, и поддержать те проекты, которые существуют и которые уже реализуются на всеобщем уровне. То есть у вас денег давать не будут, финансировать не будут? Нет, мы работаем над тем, чтобы привлекаем партнеров, которые смогут, понравившиеся им проекты, смогут финансово поддержать. Например, это может быть какой-то либо экологический, либо образовательный проект, культурный, который понравится компании, он будет укладываться в ее цели, принципы, и она будет согласна и готова его поддерживать, помогать ребятам его развивать дальше. Давайте поговорим о том, что такое социальный проект. Многие это словосочетания представляют по-разному. Что такое социальный проект в понимании вашей команды? Как он должен выглядеть, как он должен быть оформлен? Социальный проект, что мы вкладываем в это понятие, это тот проект, который нацелен на решение каких-либо общественных проблем в определенной среде для своей целевой аудитории. Это могут быть дети, молодежь, более старшее поколение. И этот проект не носит с собой и не предполагает под собой коммерческую составляющую. То есть основная задача его не заработать денег, а именно решить проблему людей. Какой механизм создания такого проекта? Вот есть проблема, например, я вижу проблему, что у нас в городе, я, мама, у нас в городе, например, не хватает нормальных зон для отдыха с детьми с коляской. Вот да, я вижу проблему. Как мне действовать дальше? Какой механизм построения социального проекта, вот, например, в этом случае, ну, чтобы поучаствовать в вашем конкурсе? Для того, чтобы, ну, для того, чтобы поучаствовать в нашем конкурсе достаточно того, вернее, не достаточно, это уже многое значит, реализовывать, чтобы проект реализовывался, либо уже был реализован. Если же мы говорим о том, непосредственно, как сам социальный проект создается, допустим, вы, как мама, видите проблему, что не хватает детских зон, и вы пытаетесь определить для себя, каким образом эту проблему вы могли бы решить, какая бы зона считалась бы для вас приемлемой, в которой вы бы с удовольствием гуляли бы с ребенком, проводили бы там время. Вы оформляете это все, находите, скажем так, единомышленников, обсуждаете это с ними, дорабатываете эту идею, у вас в конечном итоге получается определенная концепция того, как должна в конечном итоге выглядеть площадка. То есть я, по сути, решаю проблему, да, вот, свою собственную проблему, так, как я могу это сделать, да, выбираю там место, например, ищу, скажем так, однодум, собеседников, да, ищу тех людей, которые могли бы мне помочь. Обычно все вот социальные проекты, которые реализовываются, они все стартуют именно с того, что человек хочет решить какую-то свою проблему, с которой он сталкивается, но в процессе реализации он понимает, что у него достаточно опыта, возможности, ресурсов, команды, для того, чтобы это решать, помогать решать эту проблему уже у других людей, которые с этим сталкиваются. Сколько уже проектов социальных зарегистрировалось в конкурсе и какие они, что сейчас волнует украинцев? По состоянию на сегодняшнее утро это было 132 проекта, которые подали свою заявку. Ну, это достаточно много, как вы думаете? Я, если честно, для меня это немного, потому что я знаю, что проекта существует намного больше, и основная наша задача максимально большого количества привлечь, рассказать о них, потому что все-таки заниматься социальной деятельностью это очень морально и эмоционально тяжело, потому что, с одной стороны, сталкиваешься с недопониманием близких друзей и родственников, которые все время задают вопрос, зачем оно тебе надо, чем ты занимаешься. И если ты говоришь, это мое просто призвание, я получаю от этого удовольствие, обычно у нас как бывает, а, что-то он, значит, недоговаривает. Все-таки, наверное, что-то есть. Это наша ментальная проблема, как вы считаете, да? То есть, если человек занимается общественно важным делом, пытается, там, помочь, я знаю, городу, своему дому, детям, которые живут рядом, то, значит, тут что-то скрывает, да? Он не может делать это просто так, безвозмездно, то есть даром, да? К сожалению, да. Сталкиваемся с тем, что очень часто ищут выгоду там, где ее не существует. Хорошо, все равно есть такие ребята инициативные, которые создают проекты, что волнует украинцев. Вот о чем пишут, какие проблемы? Я нашла проблему для себя. Какие еще проблемы? Основное количество, которое сейчас присылают, это помощь переселенцам, помощь бойцам АТО, экология и образование. Это основные, скажем так, топ тем, на которые присылают нам проекты, и все они достаточно разнообразны, но все работают в одной сфере, и самое, с одной стороны, печальное, то, что они даже друг о друге не знают. И вот как раз мы таким образом хотим устранить еще и эту проблему, познакомить их друг с другом, потому что у каждого есть свой опыт, свои наработки, ресурсы, я не знаю, партнеры, с которыми можно сотрудничать, и чтобы в конечном итоге получилась такая своеобразная сеть. И если проекты реализуются в одном регионе и повторяются в других, то они смогут уже действовать совместно, сообща и делиться своим опытом друг с другом. Как нужно оформить свою мысль так, чтобы она стала проектом? Куда, собственно, ее написать, куда подавать заявку? Давайте расскажем об этом. Для того, чтобы подать заявку, можно зайти на сайт awards.org.ua. Есть кнопка, так и называется, подать заявку, и это Google форма, абсолютно доступная, простой форме, с подробным описанием, с подсказками того, что, где, как надо заполнять. Сегодня буквально в течение 5-7 минут желающие могут заполнить заявку, и она придет к нам в обработку. Как нужно оформить, чтобы это считалось конкурсной заявкой? То есть, как вот расписать, там, проблема, ее решение, или как это должно выглядеть? Там оно разбито на блоки, так и есть цели задачи, актуальность, какие пути решения. То есть, все эти блоки есть. И вот если говорить о том, как заполнить, если речь идет о целях и задачах, не надо писать, почему ваш проект хороший. Для этого есть актуальность. В актуальности не надо писать, каких результатов вы добились. Для этого тоже есть отдельные блоки, в которых можно всю эту информацию записать. Артем, вот теория вещь хорошая. Я тоже могу, опять же, таки, как молодая мама сказать, что вот мне нравится место, например, вот такое-то, оно возле моего дома. Я хочу, чтобы здесь гулял мой ребенок и дети моих подруг и соседок. Но практика-то говорит, говорить может о другом, что здесь, например, не может быть зоны детской площадки. Как вот соотносятся теория и практика? То, что вот вам присылают, оно не останется лишь на бумаге, лишь в виртуальности? Будет как-то воплощаться? Не останется, потому что это уже воплощается, либо уже было воплощено. И очень часто, если вот, как вы говорите, здесь невозможно его сделать, все время можно найти какой-либо компромисс. И очень хороший пример тому открытие площадки подобной в Кременчуге, где хотели облагородить как-то территорию, не знали, как именно, что именно для этого необходимо. Они собрали инициативную группу, которая разработала, они спрашивали мнение окружающих. И на протяжении некоторого времени стоял, можно грубо говоря, бокс, где все желающие могли оставить свое мнение. В конечном итоге это пространство превратилось, как они сами называют, в творчую майстерню, в креативное пространство, где теперь можно гулять, проводить хорошо время, отдыхать. То есть это все, возможно, главное уметь общаться, уметь договариваться. Потому что если нельзя, к примеру, поставить здесь, возможно, эту площадку можно будет перенести метров 150-200 и ее там же сделать. В Одессе уже реализовались какие-либо идеи социальные такого плана? В Одессе реализуется достаточно большое количество идей. И очень надеюсь, что Одесса будет флагманом в этом, в реализации социальных проектов. Из таких проектов, которые можно назвать, это и в сфере экологии по переработке вторичного использования продуктов жизнедеятельности, бумаги, пластика, картона. Даже существует целый цех, который собирает пластик, перерабатывает его и потом может производить какие-либо фигурки. Существует проект больничной коляски, которые за свои собственные средства ребята реализовывают этот проект. Они приезжают, сами университетисты, и ремонтируют абсолютно бесплатно медицинские коляски. Инвалидные коляски, столы, каталки. На волонтерских началах. На волонтерских началах. И вот этот проект существует, он действительно важен, потому что не всегда хватает средств в больницах на то, чтобы закупить либо новое оборудование, либо же отремонтировать существующее, либо же нет понимания того, как это можно правильно сделать. Эти ребята, они эту проблему решают, и они не требуют ничего взамен. Они не хотят никакой-либо там себе благодарности, поощрения или что-то еще. Они просто это делают, потому что считают это правильным, считают это важным. И вот как раз вот для таких проектов и создан Social Project Awards, чтобы своеобразно людям дать им немного окрылить их, чтобы они почувствовали, что да, действительно, они делают важную вещь, и, может быть, их не сразу замечают, но это очень важно, и их труд, который они делают, он ценен. Я знаю, что к конкурсу имеет отношение посольство Финляндии в Украине. Как зародилось такое сотрудничество, и почему финнам интересно давать финансирование для развития украинской культуры, спорта и других сфер? Идея сотрудничества с ними зародилась в решении создать и провести школу проектного менеджмента для молодежи, как раз в сфере социальных проектов, рассказать о том, как правильно создаются проекты, как их развивать, как работать с органами власти, с партнерами. И в рамках этого сотрудничества возникла как раз, мы предложили идею проведения такого конкурса, на что они согласились, поддержали и помогают в организации данного мероприятия. Финансово помогают? Финансово помогают, но, опять же, все время говорю, что для реализации какой-либо идеи не обязательно, и деньги не решают все. Как бы там ни было, очень многое решают, командная работа, скажем так, это с нескольких сторон. С одной стороны деньги, с другой стороны командная работа, с третьей стороны информационное освещение. И вот когда это все вместе объединяется, получается действительно хороший проект. Потому что если же дать просто деньги, но не будет ни команды, ни понимания, как этот проект должен быть реализован, эти деньги просто будут использованы и прямым текстом в никуда. Те идеи, те оформленные проекты, которые уже есть, вы их видели, возможно, большинство, возможно, и все, есть уже претенденты на победу. И вообще какой секрет победы вот в этом конкурсе от вас, как и его идеолога? Секрет победы – это, кстати, еще одна проблема, с которой мы сталкиваемся. Мы делаем классные вещи, умеем делать классные вещи, но не умеем их правильно преподнести, не умеем их правильно рассказать. И вот как раз очень важно – это написать доступным и простым языком, описать свой проект, чем он занимается, каких результатов вы достигли. Говорить о каких-либо явных победителях, непобедителях я не могу. Есть те проекты, которые мне симпатизируют, которые мне интересны. Какие? Один из таких, он очень масштабный проект, и в Европе он уже реализуется на государственном уровне. У нас, к сожалению, его нет. Ребята хотят создать единую медицинскую базу, чтобы все данные о пациентах хранились в облаке. И второй проект – ребята хотят создать, и создали уже прототип браслета, который замеряет пульс, давление, температуру тела, и в случае изменения или отклонения от нормы, он отправляет соответствующий сигнал либо родственникам, либо же на скорую помощь. И если же эти два проекта объединятся и воплотятся окончательно в жизнь так, как необходимо, у нас будет очень мощная, действительно мощная система здравоохранения. Потому что, не дай бог, человек попадает в какую-либо ситуацию, аварию, ему необходима медицинская помощь. Пока карета скорой помощи едет, они уже понимают, с какой проблемой они столкнутся. Они изучают информацию в дороге. Да, они смогут получить, какие у человека либо были диагнозы, операции, какие у него есть противопоказания, травмы. И когда они приезжают на место, им нет необходимости искать и понимать, с чем они сталкиваются. Они уже сразу же будут приступать непосредственно к спасению. Это и сейчас так происходит, но просто в пути уже будут человека, скажем так, реанимировать согласно его медицинской карте. Или же если это вот у человека, к примеру, у него он астматик, либо же у него проблемы с сердцем. Что-то происходит, браслет сразу же передает сигнал родственникам в больницу и уже можно сразу же быстро оказывать скорую помощь. Существует второе направление, это проекты по переработке бумаги, пластика, о которых я говорил. Они существуют практически во всех городах. И это хорошо, но существует проект, который создает единую карту всех точек по сбору этих ресурсов по всей Украине. И они, опять же, друг о друге не знают. Этот проект, ребята, которые создают карту, они не знают, что в каждом городе существуют такие проекты. И они со своими способами, возможностями, в рамках своих возможностей пытаются найти контакты этих ребят, которые это делают. И опять же, когда они друг с другом познакомятся, у одних будет прекрасная база для того, чтобы создать такую единую карту. У других будет указание на карте с точным адресом, где можно принести либо вещи, либо бумагу, либо пластик, чтобы это все переработать. И таким образом мы сможем действительно сохранять эту экологию. Что ж, спасибо вам, Артем, за интересную беседу. Я напомню, что в гостях у нас был Артем Рудометкин, глава оргкомитета Social Project Awards. И мы говорили о «Оскаре» только не для кинолент, а для социальных проектов. Меня зовут Татьяна Блайда. Увидимся. Счастливо.